Больше 20 представителей турфирм сегодня собрались на открытом семинаре. На повестке дня развития туризма в Южно-Казахстанской области. Главными спикерами стали руководитель отдела предпринимательства Шумкента Асет Абдраханов, а также замредактора газеты «Южный Казахстан» известный историк Енис Исмаилов. Спикер решил осветить проблему въездного туризма. Те объекты, которые сейчас у нас разрабатываются в Южно-Казахстанской области, они больше всего ориентированы именно на внутренний туризм. К сожалению, так получилось, что объектов, которые бы могли заинтересовать иностранных туристов такого масштаба, как, скажем, Великая Китайская стена и Тадж-Махал, в нашем регионе не так уж много. А вот развитие въездного туризма в области нужно поднимать. Главной проблемой Енис Исмаилов назвал плохую инфраструктуру региона. К достопримечательностям просто-напросто очень сложно добраться. Создание хотя бы минимальных комфортных условий привлечет больше туристов. Как наш главный спикер говорит, для потенциального туриста, который сюда, зарубежного, им никакой роскоши, ничего не нужно. Самое главное, минимум комфорта, максимум мест увидеть здесь. Если у нас в городе более-менее инфраструктура налажена, дороги, общественный транспорт, гостиницы, то в областях и в регионах, непосредственно, куда люди едут, в Туркестан, допустим, нужно там улучшать инфраструктуру. Еще одной проблемой, считает спикер, является отсутствие квалифицированных гидов, которые бы занимательно и информативно рассказали о достопримечательностях региона. Также минусом известный историк считает неделовой подход хозяев популярных туристических мест. Организация сануздохного объекта, организация инфраструктуры в объекте, в объекте, организация сервиса, полностью сервиса, это задача хозяина этого объекта. По доступной цене, более-менее приемлемой зону воздуха вы не можете найти, потому что там все свои средства они вложили в этот шланг полу. А дальше – твоя проблема. Земля моя, чем больше, чем больше. Кенес Исмаилов предлагает турфирмам новый подход к развитию въездного туризма в нашем регионе – этно-аулы. В таких колоритных местах турист может увидеть национальные обычаи казахского народа, пожить в юрте и выпить кумыса. В 9 километрах от городища Утра находится этно-аул Алаш. И там построили целый аул. К слову, сейчас известные туристические маршруты Южного Казахстана максимально популяризируют. Для посетителей выставки Экспо, которые решили посмотреть и на красоты Южного Казахстана, определены три направления. Первыми туристам покажут исторические места – село Сайрам, мавзолей Арестанбаб. Второй пункт – это посещение природных красот юга. Затем приезжие гости посетят санаторий региона.